Казанский университет стал пилотной площадкой для реализации федеральной программы по организации и проведению на постоянной основе международных исторических школ для иностранных студентов. Подробности далее. В Татмедиа прошла конференция, посвященная открытию второго этапа международной зимней школы. Проект Российского исторического общества и университета стартовал в декабре 2020 года и реализуется при поддержке фонда президентских грантов. Вовлеченность Казанского университета в проблематику рассеиведения регионов создает возможности и повышения подготовки качества студентов, и второе – уделение внимания к региональной истории, к истории Татарстана. Это очень важный момент, связанный с восприятием и узнаванием нашей страны, потому что многие студенты через те знания, через то образование, которое получает Российская Федерация, в свои страны, в свои культуры транслируют и восприятие нашей страны. 17 марта Елабужский институт встретит более 100 иностранных студентов со всей России. Еще около 5000 присоединятся к занятиям онлайн. На протяжении пяти дней состоятся встречи с ведущими историками страны, экскурсии по историческим местам и музеям Елабуги, научно-образовательные и культурные проекты. Невероятный всплеск интереса молодых людей к историческим специальностям, в целом к институту международных отношений. Я еще раз говорю, такого конкурса, как реализуется это в Казанском федеральном университете, на гуманитарные направления, их нет в России. Онлайн-технологии позволяют, вы знаете, да, сейчас приглашать специалиста абсолютно из любого центра, любого выдающегося ученого для чтения лекций. И поэтому на сегодняшний день гуманитарная наука, то количество студентов, которые обучаются в школе, на отделении Айрата Габитыча, она вызывает уважение. В работе школы примут участие министр науки и высшего образования России Валерий Фольков и председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. На лекциях рассмотрят ключевые события и влияние страны на мировую историю. Ариадна Кугушева, Виолетта Басова, Универньюс.